12 января День памяти Святой Мученицы Марии Даниловой Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Будущая Святая Мученица Мария родилась 25 февраля 1884 года. Происходила Мария Данилова из семьи рабочего ткача. Девушка два года отучилась в школе, а затем пошла по стопам отца. Работала мотальщицей и ткачихой. В 1917 году увлеклась идеей рабочей крестьянской власти. Сочувствовала революции. В 1918 году стала членом ВК КПБ. Но уже в 1920 году, глубоко разочаровавшись, вышла из партии и стала ревностным членом церкви. Проживала в городе Горилов-Ям. Семьи не имела. Выйдя на пенсию, Мария Федоровна работала в совхозе разнорабочей. Главным ее попечением была церковь. Она состояла членом церковного совета и исполняла должность церковного староста. В октябре 1936 года храм в городе закрыли. Мария Федоровна ходила по деревням и собирала подписи против закрытия церкви. Ездила с ходатайством об открытии храма Ярославль и Москву. В марте 1937 года организовала группу верующих в количестве 70-80 человек, которая пошла в сельсовет с требованием открыть церковь, но их разогнала милиция. Это послужило поводом для ареста Марии Федоровны. В октябре 1937 года за активную церковную деятельность Мария Данилова была арестована. В обвинении она значилась как участница контрреволюционной церковно-повстанческой группировки нелегальных сборищ погромно-повстанческой пропаганды. Приговорена к 10 годам исправительно-трудовых работ. Отбыв почти весь срок заключения в лагере, подвижница умерла 12 января 1946 года при неизвестных обстоятельствах. Похоронена она была в братской могиле лагеря. Святая мученица Мария Данилова причислена к лику святых новомучеников и исповедников в августе 2000 года. Святая мученица Мария Данилова 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 Продолжение следует...